Эй, ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой бьюти-канал снова. Меня зовут Юлия Прелл, и в сегодняшнем видео у нас будет с вами распаковка бьюти-боксов от BoxyCharm. И на этот раз у нас целых их две за месяц апрель и также за месяц май. То есть, да, есть чем сегодня нам заняться, не так ли? Напомню, BoxyCharm это помесячный бьюти-бокс, то есть вы получаете его каждый месяц, если вы живете в Америке и стоит у нас 25 долларов. Однако, если вы не живете в Америке, я слышала очень много, кто заказывает через посредников, как бьюти-бокс от Ипси, так и от BoxyCharm. Если вы следите за BoxyCharm и смотрите распаковки других американских бьюти-блогеров, то вы, наверное, слышали, что в прошлом месяце BoxyCharm очень долгое время не отсылал эти бьюти-боксы, то есть, как получилось, они с тебя снимают деньги, по-моему, если я не ошибаюсь, в конце месяца. И, в общем, получилось так, что деньги сняли, а бьюти-бокс не был отправлен очень долгое время. То есть, я получила его буквально через два дня после того, как ко мне пришел мой бьюти-бокс с прошлого месяца. То есть, это было, ну, реально, как, не то, что скандал, но очень много, кто был разочарован в BoxyCharm, просто потому, что такого никогда нет с другими сервисами бьюти-боксов, таких, как Ипси. И клиентские сервисы, говорят, у них тоже не такой хороший, как, например, у Ипси, до них невозможно дозвониться, как будто компании не существует, то есть, все вот настолько плохо. И я ждала-ждала-ждала-ждала, и в итоге она ко мне пришла, слава богу, я уже открыла ее, поэтому это такой небольшой спойлер-алерт. В общем, я открыла ее, и, ну, мне показалось, что это очень интересное наполнение было за месяц апрель, и я думаю, что с месяца апреля мы и начнем. Так, где у меня открытый мой бьюти-бокс? Насколько я помню, в прошлый месяц, в месяце апреля, в бьюти-боксах можно было обнаружить палетку от Наташи Диноны, и я, наверное, поэтому была восхищена очень получить его, однако, когда я открыла мой прошломесячный бьюти-бокс, я не обнаружила ее там, и тут у меня вопрос возник, как так получилось, почему у меня нет палетки, в общем, интересно узнать, если вы подписаны на вот обычный бьюти-бокс за 25 долларов, получили ли вы палетку от Диноны или нет, потому что я не получила ее. И первое, что мы всегда находим в этих бьюти-боксах, это вот такая открыточка, на ней написаны все продукты и также тематика, которую они преследовали при создании бьюти-бокса за определенный месяц, мы видим здесь большое количество разных сладостей, и это выглядит очень эпитетно, надо сказать. Честно, без всяких разговоров, мне безумно нравится, что у боксичарм на карточке их сзади написано, что мы получаем в этом бьюти-боксе и какие цены, самое главное, потому что у Ипси вообще все немножко по-другому, там нужно все самим искать. Первое, что мы находим в этом бьюти-боксе, это масло для лица от бренда Фармаси, всем известный бренд продается на сифоре, очень дорогой, и это у нас получается очень легкое по своей текстуре масло, которое призвано, естественно, увлажнить кожу лица, я точно не помню, чтобы я видела такой продукт в ассортименте Фармаси, но это здорово, пробовать всегда что-нибудь новенькое, здесь еще, кстати, знаете, такой дизайн интересный, здесь как под мед, очень мило, написано, что это масло очень быстро впитывается в кожу, все это чувствуется очень люксово, и также, что мне очень нравится, оно помогает нам бороться с признаками старения, морщины, и здесь, кстати, о, окей, здесь у нас получается 5 разных масел, и еще здесь есть масло облепихи, масло облепихи это очень сильное антиоксидантное свойство, давайте понюхаем его и посмотрим, как оно пахнет, вау, оно пахнет прям как мед, супер классный запах, но что мне очень нравится, я не чувствую, что это масло чрезвычайно жирное, и я уже чувствую, что оно впитывается постепенно в мою руку, и это здорово, получается, это масло не даст вам, знаете, такую как жирную пленку на лице, формула мне уже нравится, и стоит такое масло для лица у нас, знаете, сколько, ребят, 48 долларов, мне кажется, это, видите, коробку уже окуплено 100%, я определенно буду пользоваться этим продуктом, далее мы находим, мы находим, что-то такое, это у нас палетка хайлайтеров от бренда KNDR Beauty, посмотрите, ребят, как мило смотрится упаковка этой палетки, очень красиво, я бы сказала, отличается от упаковки других брендов, которые вот в этом сегменте, и эта палетка у нас состоит из 4 оттенков, и давайте посмотрим, как это все смотрится внутри, я сразу вижу, у нас есть бронзер, у нас есть хайлайтер, то есть у нас есть все, по сути, для того, чтобы формить лицо, так сказать, первое, что бросается во глаза, это очень интересная текстура у этого хайлайтера, то есть здесь как какие-то вкрапления, в нем очень интересно, я такого точно ни разу не встречала, я уже сделала свочи этой палетки, надо сказать, что она чувствуется достаточно суховатой, хайлайтер смотрится, кстати, очень-очень красиво издалека, мне нравится, я даже не думала, что он будет смотреться настолько прям сияющим, когда я в первый раз нанесла его на руку, издалека он смотрится очень классно, и стоимость такой палетки у нас получается 15 долларов, и нам пишут, что эта палетка включает 3 универсальных хайлайтера, вот как раз-таки один этот марбл хайлайтер, то есть мраморный хайлайтер, очень интересно, я думаю, что 15 долларов это очень даже неплохая цена, в принципе, попробовала бы даже сама эту палетку, я буду пробовать ее, это 100%, следующее, что мы находим в нашем бьюти-боксе, это ампула от бренда Эрис Харбер, я слышала много об этом бренде от ютуберов, но никогда не пробовала его, и вот настал мой шанс, главным компонентом в этой ампуле является канабис статива хемп, и это стеклянная бутылочка, я не могу сказать, что я большой фанат стеклянных бутылочек, просто потому что с ними нужно реально аккуратно обращаться, иначе она может очень легко разбиться, это факт, но в данном случае просто нужно будет аккуратнее, давайте понюхаем и почитаем, что же это у нас за продукт, что он должен нам вообще дать, нам здесь пишут, дай своему лицу иллюминирующее питание с суперфудами, в числе которых морская зелень и, собственно, конопля, плюс масло грейпфрута, также экстракт семян Нима, то есть здесь вот такое большое количество ингредиентов, что мне даже сейчас хочется попробовать это прямо сейчас на своем лице, стоит продукт этот у нас 32 доллара, очень даже оправданно, потому что такое большое количество классных ингредиентов не может стоить, знаете, 5 долларов, я чувствую масло грейпфрута 100%, мне кажется, масло для лица от Pharmacy впиталось гораздо быстрее, чем ампула от Earth Harbor, поэтому мне очень интересно будет посмотреть, как это будет смотреться на моей комбинированной коже, но учитывая, сколько здесь полезных классных элементов, мне не терпится тоже попробовать этот продукт от Earth Harbor, итак, последний наш товар, бьюти товар в этой коробке, оу, нет, не последний, я вас обманула, мы находим иллюминатор для тела от бренда Eloise, Eloise, я точно помню, этот бренд популярен в бьюти боксах американских, это смотрится очень дорого и очень люксово, мне очень нравится, кстати, оттенок этого иллюминирующего продукта называется Champagne Rich, то есть я так понимаю, он должен быть невероятно золотистым, смотрится очень красиво, пахнет он маслами, я бы сказала так, не могу сказать, что он, кстати, какой-то липкий, потому что очень часто, вот допустим, у меня есть что-то вроде такого продукта от Патрика Та, супер липкий продукт, и стоит этот люминайзер у нас 38 долларов, что немало, мне кажется, нет, вообще ни разу не мало, я была права, здесь написано, что это не липкая формула и легкая формула люминайзера, которая может быть нанесена в те зоны, где вам хочется придать этого блеска на вашем теле, оу, и также на лице тоже круто, то есть и для лица, и для тела, очень здорово, следующий и последний продукт из нашего бьюти-бокса, это жидкие тени от бренда Appeal, ни разу не слышала об этом бренде, честно, я подумала изначально, что это был какой-то, может быть, блеск, но нет, это тени, вау, мне очень нравится определенно аппликатор у этого продукта, то есть его будет 100% очень легко нанести на веки, допустим, даже стрелку сделать, невероятно красоты цвет, мне он очень нравится, идеально, опять же, на лето, сейчас подумала, оба продукта у нас эти в золотом цвете, как раз-таки то, что нужно на лето, не так ли? Стоят эти жидкие тени у нас 21 доллар, вау, круто, мне кажется, примерно одинаковая цена с жидкими тенями от Диноны, что-то вроде того, если не ошибаюсь, и здесь написано, что, типа, почувствуй себя гламурной, блистай с этими новыми жидкими тенями, с невероятно хорошей формулой, и также, шиммером в этих тенях, здорово, в принципе, это все то, что мы получили в нашем боксе за апрель, и надо сказать, что мне понравилось большинство, большинство товаров, которые мы получили, но, конечно, если вы спросите меня, то, наверное, вот это масло от фармаси, это то, что, как мне кажется, сделало этот бокс, ну и я думаю, что вот этот продукт тоже ампула от Эрис Харбор, потому что я хотела попробовать бренд этот очень давно, для меня эти два продукта сделали этот бокс, и сейчас мы посчитаем и посмотрим, сколько, на сколько же мы получили косметики и ухода в этом боксе за месяц апрель, в общем, мы получили продуктов на 154 доллара, что очень даже неплохо, и другой вопрос, сколькими из этих товаров я буду пользоваться, да, каждый день, или я что-то подарю кому-то, но, в общем, в целом, мне кажется, этот бокс, он оказался хорошим, посмотрим теперь на наш бокс за месяц май, и сравним, какой из них же был лучше, вот так выглядит наш бокс за месяц май, видно, что уже такая тематика, более летние цветочки тут у нас нарисованы, я вижу кисти, ура, я не уверена, я сама их выбирала, но я рада, что я получила их, честно, первое, что я увидела, это кисти, очень красивый такой летний цвет, мне это очень нравится, прям вау, нет слов, и да, давайте откроем их и посмотрим, что же это за кисти такие, мягкие ли они или нет, мне очень нравится кейс от этих кистей, бренд называется у нас Лавиш, цвет, конечно, это то, что делают эти кисти, просто этот цвет, я, наверное, буду ими пользоваться, очень напоминает вот сразу же лето, да, вот какие-то такие моменты яркие, а вы знаете, мягкие кисти, они реально прям такие мягкие, да, они реально неплохие, то есть не могу сказать, что они какие-то жесткие, нет, круто, мне очень, кстати, нравятся вот такие кисти, у меня их столько уже, просто в каждом наборе попадает такая кисть, и мне кажется, нужно уже делать деклатор вот таких кистей, а мне кажется, знаете, вот эти две кисти, как мне кажется, они выглядят очень интересно, стоят такие кисти у нас 30 долларов, 5 необходимых кистей, которые, кстати, у нас веганские, что здорово, для того, чтобы создать какой-нибудь либо самый легкий лук, либо же очень драматичный, определенный, я хочу немножко выйти из своей зоны комфорта и пробовать также новые другие бренды кистей, которые я раньше не пробовала, далее я вижу палетку, палетку от бренда Каб, я точно помню, что я смотрела в распаковке у какого-то из американских блогеров, что они получали ее, и я не помню, рады были ли они ей или нет, итак, палетка эта у нас стоит 52 доллара, написано, что Day and Night Eyeshadow Palette, бренд Каб, мне кажется, я о таком бренде не слышала ни разу, окей, вот таким образом смотрится эта палетка, сделана она в Китае, написано, вы знаете, мне кажется, она смотрится очень интересно, то есть я определенно вижу себя, использующую эту палетку для дневного лука, да, вот особенно вот этот цвет, такой baby pink, очень красиво смотрится он, вообще цветовая гамма, я бы сказала, естественно, она теплая, но вот именно вот эти два цвета, почему-то baby pink и также shimmer, мне нравится очень сильно, так я хочу посвучить хотя бы один оттеночек, не могу сказать, что какой-то невероятно сумасшедший шиммер, качество шиммера я вижу, да, пигмент красиво, он смотрится неплохо, но просто он не такой прям, знаете, я бы сказала прям, ух, шиммер, да, глиттер, блеск, нет, понимаете, может это просто только один оттенок такой, но давайте все-таки еще, наверное, вот этот оттенок попробуем, потому что мне хочется все-таки два разных попробовать, какие, может, качество у этого будет лучше, да, это как больше такие сатины, сатиновые оттенки, ну, неплохо смотрится, надо сказать, мне кажется, самое главное это попробовать палетку и потом уже, да, понять для себя, стоит ее оставлять у себя в коллекции или нет, 52 доллара за палетку для дневного и вечернего макияжа, многовато, мне кажется, для неизвестного мне бренда, я понимаю, конечно, что это все стоит денег, да, производить косметику, там, платить людям, которые работают на заводах и так далее, но я могу также купить, добавив 10 долларов, палетку от Диноны и, как бы, я буду знать, что это то качество, которое я знаю, поэтому, круто, еще одна палетка, далее мы видим, что же это такое, оу, это у нас карандаш для бровей и, я так понимаю, гель для бровей вместе, мы получали, кстати, тушь от этого бренда, который называется у нас True Stick и я ей до сих пор не попользовалась, если честно, до сих пор не попробовала ее, очень интересно, то есть, вот так выглядит у нас карандаш, он двойной, здесь мы можем открутить и использовать это как гель для бровей, что очень умно, открываем это, тадам, и у нас, собственно, сам карандаш, окей, первое, что я хочу сказать, это мне не очень нравится кончик у этого карандаша, потому что, когда закругленный кончик на конце карандаша для бровей, с ним гораздо легче работать, очень жесткий, прям, вот таким образом выглядит оттенок карандаша, я бы сказала, он выглядит для меня сейчас как будто бы оттенок графитовый, то есть, это определенно не то, что я люблю, когда я пользуюсь карандашом, я не хочу, чтобы у меня брови были, прям, знаете, такие из синя-черные, вот так выглядит наш гель для бровей, также, мимо касса, мне кажется, этот цвет не для моего цветотипа, мои брови не хотят быть роженцой, поэтому я уже понимаю, что, наверное, это не тот продукт, который мне понравится 100%, и стоит этот карандаш-гель для бровей у нас, знаете сколько, 26 долларов, и вы можете купить, кстати, рефил для этого продукта, и не покупать, в общем, целую упаковку этого продукта здорово, но я не знаю, это просто не то, что, наверное, я люблю, просто, ну, цвет, цвет, это очень важно, когда ты покупаешь карандаш для бровей, наверное, вы согласитесь со мной, также, итак, следующий наш продукт, который мы здесь получили, это, о боже, это Glow One, хайлайтер в таком, как, типа как Шарлот Тилбери, знаете, ее знаменитый хайлайтер, который у нее был очень долгое время out of stock на сифоровском сайте, и это круто, потому что у меня нет ничего от Tarte, кроме их знаменитого Tarte Shape Tape, вот честно, консилера круто, посмотрите, что я нашла, я нашла маленький такой спонжик, о, он такой милый, я так понимаю, его можно использовать вместе для растушевки, наверное, пахнет, как обычный продукт, консилер, например, здесь написано, что вы можете использовать этот Glow Wand четырьмя способами, первый это как консилер, естественно, чему я очень рада, потому что он выглядит как консилер, как бы да, вы можете использовать это также как тональную основу на No Makeup Days, далее мы можем использовать этот продукт, смешав его с нашим увлажняющим кремом или же праймером на самые высокие точки лица, для того, чтобы добавить этого блеска, и это реально круто, мне очень нравится то, что они положили сюда продукт от Tarte, потому что Tarte, это, знаете, не дешевый бренд, и как бы это круто получать такие продукты, которые ты знаешь, что продаются они в Сифоре, и тестировать их, окей, и продукт этот стоит у нас 27 долларов, здорово, продукт от Tarte, что может быть лучше, бренд, который ты знаешь, и последний продукт в этом бьюти-боксе, это помада от бренда Sophia Marbell, я не слышала об этом бренде, 100%, но выглядит очень многообещающе, да, такой, знаете, миленький девчачий розовый цвет, мне это нравится, вот так выглядит эта помада, определенно очень такой универсальный нюдовый цвет, я бы сказала, с небольшой, с небольшой розовинкой, так не хочется ее тестировать, если честно, но все-таки попробуем, почему нет, кстати, если вы, ребят, видите, у меня вот здесь вот что-то имеется, я даже не знаю, что это такое, я не знаю, откуда это взялось, герпес ли это или нет, но, в общем, взялось ниоткуда, и никак не болит ничего, но в общем, это очень все видно на моих губах, поэтому извиняюсь, если вы обращаете все больше и больше внимания на эту вещь, это непонятно, что пока еще, давайте попробуем же эту помаду, я бы сказала, очень кремовая формула у этого продукта, у этой помады, но я не знаю, если честно, нравится ли мне, как это все нанеслось, потому что видно, что она уже, как бы, она не хочет держаться на моих губах, потому что это очень сильно увлажняющий гибрид, то есть это и бальзам, и помада, собственно говоря, я не знаю даже, буду ли я пользоваться ей, потому что я уже знаю, что на моих губах она вряд ли будет очень долго держаться, но, в общем, стоимость этой помады у нас 15 долларов, и это, как я уже сказала, сатиновый финиш и гибрид именно бальзама и также помады в одном. И у нас уже ничего не осталось, инфа стопроцентная, и так, наверное, вы уже догадались, что мне понравилась больше всего именно коробка за апрель, чем за май, потому что все те продукты косметические, которые мы получили в коробке за май, как мне кажется, ну, не то что оставляет желать лучшего, но просто это могло бы быть лучше, да, могло бы быть лучше, реально, потому что из всего того, что мы попробовали, единственное, что мне понравилось, это, наверное, консилеры от Tarte, а все остальное, либо это не мой цвет, либо это бренд, о котором я ни разу не слышала, как, например, эта палетка от бренда Каб, мне кажется, мы будем еще много видеть всего этого бренда в бьюти-боксах наших, карандаш от Трюстик мне не подошел, это вообще не мой цвет, помада, я просто не совсем люблю именно такие текстуры бальзама и помады в одном, ну и получается, и это все, да, это все, что мы получили, о, кисти, кисти, это то, что мне также еще понравилось, потому что цвет невероятно такой оживляющий, энергичный, мне нравится. Итак, после моих подсчетов оказалось, что себестоимость всей косметики, которую мы получили в этом бьюти-боксе от боксовича составила у нас 150 долларов, что немного меньше, чем коробка за месяц апрель, но мы получили и гораздо больше каких-то интересных товаров в прошлом бьюти-боксе за месяц апрель, поэтому дайте мне знать, что вы думаете по поводу этих двух коробок от боксичарм за месяц апрель и за месяц май, что вам понравилось больше всего, что вас расстроило, пишите внизу в комментариях, все, я все читаю, всем отвечаю. И да, ребят, это все, что я хотела вам показать в нашем сегодняшнем видео, это, как мне кажется, такое chill-видео больше, и я сама отдыхаю, если честно, когда я записываю видео такого формата, распаковка бьюти-боксов. Сегодня мы, кстати, собираемся пойти погулять, потому что это суббота, суббота это тоже семейный день, и мы хотим куда-нибудь пойти, потому что погода сегодня просто шикарная, солнечно, жарко, в общем, то, что нужно как раз-таки в субботу, потому что очень часто у нас бывает достаточно дождливо по субботам. Ну что, мои дорогие зрители, я вас не буду задерживать, спасибо большое за просмотр моего видео, мне будет очень приятно, если вы поддержите меня лайком, оставите комментарий и подпишитесь на канал, если еще этого не сделали, и я с вами не прощаюсь, желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, идеальных макияжных дней каждый день, ваша Юля, не прощаюсь, всем пока!